Сегодня переходим к новому разделу основы неравновесной термодинамики и ее применения в инженерной геологии. Итак, неравновесная термодинамика или термодинамика необратимых процессов. Что это такое и как мы ее можем применить для решения инженерно-геологических задач? Я напомню, что неравновесная термодинамика, на первой лекции мы об этом говорили немного, это раздел термодинамики во многом самостоятельный, изучающий системы вне состояния термодинамического равновесия и необратимые процессы. Если первые и вторые законы классической равновесной термодинамики применимы к системам близким или недалеким от равновесия, и я вам говорил, что в реальности такие системы представляют из себя идеализацию, большинство реальных систем, это системы далекие от равновесия, и их рассмотрение должно основываться совсем на иных позициях, а не на позициях классической термодинамики. Вот речь и пойдет о неравновесной термодинамике, которая разработана применительно к рассмотрению именно таких систем. В основе ее разработки лежали исследования и работы норвежского физика Ларса Анзагера, многих других классиков термодинамики, включая Илью Романовича Пригожина, который, в общем-то, сформулировал одно из базовых положений неравновесной термодинамики, а именно положение о так называемом локальном равновесии. И вот на этом положении классическая неравновесная термодинамика во многом и разработана. В чем здесь суть? Пригожин рассуждал довольно просто. Если для систем далеких от состояния равновесия мы не можем применять классические первые и вторые законы термодинамики, то для систем, которым мы можем применить такие условия, что рассматривать их почти как равновесные, а на самом деле эта система неравновесная, то мы можем использовать для этого аппарат классической равновесной термодинамики. Вот этот постулат о так называемом локальном равновесии, он и был положен в основу базовых положений неравновесной термодинамики. Мы с вами говорили, что первый и второй законы термодинамики не содержат в качестве переменных величину времени. Время там нигде не фигурирует, ни в уравнении гипса, ни в уравнении второго закона термодинамики. Поэтому, когда мы с вами хотим рассматривать кинетику процессов, как они совершаются во времени, мы должны с вами ввести в рассмотрение, в базовое выражение время. И на одной из лекций я вам объяснял, как это делается. В частности, с помощью так называемого балансового уравнения для обобщенных координат. Мы его с вами записывали, вот здесь оно повторено. Которая представляет из себя частную производную по времени, какой-либо обобщенные координаты, разделенные на две составляющие, меняющиеся за счет внешних взаимодействий и внутренних взаимодействий. Где индексы за круглыми скобками, вот внизу, нижние индексы, за скобками частных производных, означают постоянство по этим параметрам. То есть в данном случае частная производная берется при постоянстве объема и площади контрольной поверхности, омега, или площади, описывающей границы нашей системы, которую мы выделяем. При этом мы можем применить постулат о локальном равновесии, согласно которому система в целом может рассматриваться как неравновесная, но для ее отдельных частей мы можем их анализировать и рассматривать как равновесной, а значит применять для каждого сколь угодно малого момента времени уравнение равновесной термодинамики. Вот в чем смысл постулата о локальном равновесии. Система в целом неравновесная, в ней идут необратимые процессы, далекие от равновесия, но в отдельных ее локальных частях мы можем выделить такие объемы и обозначить граничную или контрольную поверхность, для которой система уравнения первого и второго законов классической термодинамики будет применима. Насколько далеко это предположение от реальности? В принципе, оно не так уж и далеко от реальности. Все дело в том, и немножко я об этом упоминал, в каких интервалах времени рассматривать процессы. Если мы берем время геологическое, то есть длительные промежутки времени, то, конечно, постулат о локальном равновесии не будет применим для рассмотрения вот таких длительно развивающихся неравновесных систем. Но если мы рассматриваем системы, в которых процессы идут в физическом времени, то есть ограничены определенным интервалом, или системы, в которых время идет очень быстро, то для таких систем мы можем применять постулат о локальном равновесии. Вот это как бы первое положение базовое, которое лежит в основе. И мы его принимаем как постулат, как нечто, которое не требует доказательств. Дальше работами Анзагера было установлено базовое положение по соотношению и анализу балансовых выражений, балансовых соотношений, с которого мы начали. Вот в этом уравнении, которое мы с вами писали уже не один раз, в правой части этого уравнения первый член, взятый со знаком минус, называется потоком обобщенной координаты. Почему? Потому что эта обобщенная координата меняется за счет процессов переноса энергии или вещества через границы системы. Поэтому и вводят такое понятие. Поток. Поток обобщенной координаты. Обозначают буквы И большое с индексом, обозначающим данную обобщенную координату. Внизу стоит Qn. Значит, это поток данной обобщенной координаты. Причем рассматривается только вот эта самая часть, касающаяся процессов, меняющихся за счет переносов энергии вещества через границы системы. Поток обобщенной координаты через контрольную поверхность. Мы его будем обозначать с вами именно вот так и большое с индексом расшифровывающим, о какой координате идет речь. Он может быть записан, этот поток, либо в виде частной производной, за скобками пишем, при постоянстве каких параметров берется эта производная, либо вычислено через вот этот объемный интеграл, поскольку обобщенная координата меняется в определенном объеме. В данном случае рассматривается именно какой-то локальный объем, выделенный в нашей с вами системе. Вот это первое как бы обозначение, которое мы вводим, и новое понятие поток обобщенной координаты. До этого термин поток координаты у нас с вами не использовался. Второе слагаемое вот в том же самом уравнении, вот этом уравнении, второе слагаемое в правой части, вот это вот, оно характеризует изменение какого-либо параметра или обобщенной координаты за счет процессов, происходящих внутри самой системы. Тоже об этом мы с вами говорили. То есть никакого привноса вещества или энергии через границы не происходит, может происходить перераспределение энергии и вещества только внутри выделенных границ этой системы. И вот это слагаемое называют производством соответствующей обобщенной координаты. Обозначают в разных учебниках, в разной литературе по-разному, я здесь даю вам два, чтобы вы не путались, либо P, поток, от слова поток, с нижним индексом, обозначающим соответствующую обобщенную координату, либо обозначают буквы сигма, тоже с нижним индексом Qn, раскрывающим смысл данной обобщенной координаты. Либо так, либо так. Можете встретить и то, и другое обозначение в разной литературе. То есть смысл этого члена в балансовом уравнении охарактеризовать изменения обобщенной координаты за счет процессов внутри самой системы. Поэтому его и называют именно производством, в отличие от потока, которое меняется за счет процессов привноса через границу. Вычислить производство мы можем тоже, как здесь написано, частную производную по времени, при постоянстве объема или границы выделенной системы, или вычислить как объемный интеграл в соответствии с той записью, которая здесь имеется. Вводя эти новые два обозначения и два новых термина, производство и поток, мы можем с вами наше балансовое уравнение, с которого мы начали для обобщенных координат, представить уже вот в таком виде, где первый член обозначает поток обобщенной координаты, взятый со знаком минус, второй обозначает производство этой обобщенной координаты. То есть все то же самое, просто переобозначили. И дальше для краткости мы будем использовать именно эти обозначения. Вы должны понимать, что под И подразумевается частная производная, как она здесь записана, или объемный интеграл, а под П производством тоже понимается частная производная, как она выделена. Каждый из этих членов характеризует свое изменение. Для краткости будем писать именно вот таким вот образом. И таким образом наше уравнение, с которого мы начали, мы можем переписать в более сокращенном виде, понимая, вводя вот эти индексы В, что речь идет именно о локальных потоках обобщенной координаты и о локальном производстве обобщенном координате. Речь идет вот о тех самых локальных системах, для которых справедливы уравнения равновесной термодинамики. Что еще важно подчеркнуть, что в этом уравнении потоки разных обобщенных координат могут быть как положительными, так и отрицательными, либо вообще отсутствуют, то есть могут быть равными нулю. Все будет зависеть от того, какую систему конкретную мы рассматриваем, какие у нее особенности, если это грунт, то каков его состав компонент, если это массив, то какие составляющие у этого массива, инженерно-геологического и так далее. В сути дела это не меняет, и записи балансового уравнения тоже это никак менять не будет. Это пока что все вводные положения. Еще раз здесь я записываю выражение, раскрывающее поток обобщенной координаты и ее производство. И внизу еще раз повторяю то самое балансовое уравнение в новой записи. Вводим это, повторяю еще раз, в основном для краткости изложения. Далее, для обобщенных координат системы в целом, которые могут быть представлены массой, объемом, электрическим зарядом и так далее, мы их все с вами рассматривали, в силу закона и сохранения их производства будут всегда равны нулю. Потому что масса не может появиться внутри замкнутой системы. Или, скажем, объем новый не может появиться внутри этой системы. Или заряд электрический. А что касается энтропии, то ее производство, в соответствии со вторым законом термодинамики, обозначаем как P с индексом S энтропии или как сигма с индексом S энтропии, то ее производство, производство энтропии, может быть либо больше нулю, либо равно нулю. Это для системы в целом. Для обобщенных координат подсистем, вот этих самых локальных областей, которые мы выделяем, их производство могут принимать любые значения. При этом, если производство какой-либо обобщенной координаты положительное, то есть оно больше нуля, или, соответственно, оно меньше нуля, то мы говорим, что в системе есть источники, если производство положительное растет, или в системе есть стоки, если производство обобщенной координаты меньше нуля, оно отрицательное. Вот опять же, говорю это для того, чтобы вы привыкли к этой терминологии. Производство, поток, сток или источник, все это термины, которые характеризуют тот или иной процесс. Значит, их не надо понимать в буквальном смысле физическом, так как мы с вами это привыкли. Это специфические термодинамические термины. Итак, значит, если мы говорим, что в системе есть источник обобщенной координаты, это говорит о том, что ее производство положительное. Если в системе есть сток обобщенной координаты, это говорит о том, что в системе ее производство отрицательное, меньше нуля. Вот и все. Значит, варианты могут встречаться разные, и те, и другие. Локальное производство энтропии, сигма с индексом S или P с индексом S, рассматриваемое как производное ДС по ДТ в нашей с вами системе с учетом закона диссипации или рассеяния энергии, задается в общепринятом в неравновесной термодинамике в виде этого уравнения, очень важного, которое нужно запомнить. Сигма с индексом S равняется единице, деленной на T, где T, абсолютная температура, умноженная на сумму произведения обобщенных сил, Х большой ИТ, на потоке обобщенных координат И большой с индексом И, И большой ИТ. Значит, производство обобщенных сил на обобщенные потоки всех видов дает нам с вами производство энтропии в системе. Вот смысл этого уравнения. Производство энтропии ДС по ДТ будет равно вот этому уражению. Я напомню, что в общем случае обобщенная сила Х большой ИТ это есть не что иное, как градиент соответствующего обобщенного потенциала переноса. Помните, да? То есть Х ИТ, вот как здесь написано, это с минусом, набло ПН. Градиент обобщенного потенциала переноса. Ну а соответственно И большой ИТ это тот или иной поток обобщенной координаты, который может быть представлен как вектор плотности потока обобщенной координаты какого-либо вида. То, о чем сейчас только что говорит. Вот. Тогда вот это первое выражение, которое вверху записано, мы можем с вами переписать вот в таком вот виде. И просто для краткости его обозначить значением Фи большое как локальную диссипативную функцию. Вот это самое произведение обобщенных сил на обобщенные потоки будет равно производству, локальному производству энтропии умноженной на температуру, и это будет локальная диссипативная функция нашей с вами системы. Вот еще одно понятие ввели. Локальная диссипативная функция. Пока это все вводные как бы замечания. Они не касаются непосредственно базовых выражений для термодинамики необратимых процессов. Но дальше вам станет понятно, как это все использовать. Как эти все новые понятия применяются в термодинамике необратимых процессов. Вот, значит, мы ввели еще, повторяю, новые понятия локальное производство энтропии и локальную диссипативную функцию. Теперь очень важно проанализировать, как же связаны между собой вот в этом выражении или вот в этом выражении потоки и силы. Потому что от этого будет все зависеть. Это как бы один из центральных вопросов. Вот он был анзагером и успешно решен в рамках термодинамики необратимых процессов этот вопрос. Связь между этими величинами, то есть между обобщенными силами и обобщенными потоками термодинамики необратимых процессов устанавливается с помощью так называемых феноменологических коэффициентов, обозначаемых как альфа с индексами и тжитая. Альфа и тжитая это феноменологические коэффициенты. И значит, эта связь устанавливается исходя из линейного закона или постулата о линейном соотношении потоков и сил, который тоже было обосновано анзагером. а именно то, что поток данного вида связан линейно с обобщенной силой х и т и коэффициентом взаимосвязи здесь являются феноменологические коэффициенты альфа и тжитая, точнее, их сумма. Почему здесь появляется сумма? Потому что мы можем с вами рассматривать поток как нечто проявляющееся не за счет какого-либо одного процесса или за счет какой-либо одной силы обобщенной, а как сумму нескольких процессов, которые связаны или обусловлены несколькими силами. А это выражение позволяет их суммировать и найти их общее значение. Таким образом, вот это выражение констатирует, что суммарный поток в системе может быть образован с участием всех силовых полей разной природы x итых. Силовые поля это значит набор обобщенных сил, которые у нас рассматриваются или которые существуют в системе. А коэффициент альфа и тжитая это феномалогический коэффициент этой линейной взаимосвязи. Вот и все. Что следует из этого выражения? Значит, то, что синим здесь выделено, полезно записать и запомнить. Еще раз повторю, что суммарный поток в системе, а речь идет именно о системах неравновесных, может быть образован с участием всех силовых полей разной природы, которые могут быть или проявляться в данной системе. А коэффициент пропорциональности будут являться феномалогические коэффициенты. Какой смысл этого выражения и записи, выделенной здесь синим цветом? А смысл очень важный физически, и он, в общем, должен быть вам понятен. Речь идет о том, что в природе многие процессы разной природы взаимосвязаны друг с другом и могут оказывать влияние друг на друга. Собственно, именно из-за этого влияния и проявляется нелинейность во многих процессах в рассматриваемых нами системах. И таким образом вот это выражение позволяет нам с вами учесть суммарно действия параллельно протекающих процессов разной природы, и это выражение позволяет нам вычислить величину вот этого самого потока в этой сложной системе. Дальше я надеюсь на примерах вам все станет понятно. Вот в простейшем варианте мы подобные линейные законы, а это линейный закон, никто не сомневается, y равен ax, линейная зависимость. Подобные линейные законы нам с вами хорошо известно, и мы их с вами в разных вариантах давно используем. Они установлены все опытным путем, в том числе эти законы мы используем с вами и в инженерной геологии. Например, такие как линейный закон Ома связывает поток электричества с градиентом напряжения, где коэффициентом пропорциональности является электропроводность. Линейный закон Закон Фика связывающий поток массы компонента М с градиентом концентрации этого компонента. Коэффициентом пропорциональности в этом линейном уравнении, но я их не записываю здесь как линейный, а именно пишу как пропорциональность. Является коэффициент Д, коэффициент диффузии, тоже линейное выражение, хорошо нам известно. Закон Фурье описывающий поток тепла К зависящий или определяемый градиентом температуры Т. Коэффициентом пропорциональности будет являться линейный коэффициент теплопроводности. Закон Дарси хорошо вам известный и связывающий поток воды фильтрации под действием градиента напора или градиента гидростатического давления, где коэффициентом пропорциональности является коэффициент фильтрации Закон Гука тоже либо в обобщенной форме либо в какой-либо иной связывающий ну мы не говорим поток напряжений но связывающий напряжение с деформацией линейное выражение коэффициентом пропорциональности является модуль упругости и так далее подобных линейных законов мы можем с вами перевести достаточно много Так вот во всех тех случаях когда у нас в системе совершаются процессы одновременные ну скажем деформирование по закону Гука и перенос электричества по закону Ома вот эти казалось бы процессы разной природы не должны влиять друг на друга и не должны быть зависимы они рассматриваются чаще всего как взаимонезависимы а вот это выражение позволяет нам с вами их рассматривать как взаимозависимы что и есть на самом деле то есть в общем случае когда в системе совершается несколько процессов переноса то есть идут процессы разной природы механизм у них у всех будет разный мы с помощью предыдущего выражения можем определить их взаимное влияние мы часто закрываем глаза на вот это взаимное влияние потому что скажем если нас интересуют физико-механические свойства мы в основном оперируем законом Гука и закрываем глаза на то что одновременно может происходить теплоперенос или массоперенос или еще что-то или возникать электрические заряды за счет пьезоэффекта и прочее но на самом деле повторяю все эти процессы идут одновременно и все они оказывают друг на друга влияние и там где можно пренебречь без особого ущерба для точности расчетов мы пренебрегаем но там где нельзя пренебречь мы должны это взаимное влияние учитывать и вынуждены учитывать эти взаимные влияния во многих реальных процессах тепла масса и энергопереноса дальше я приведу примеры и вам станет понятно как же это делать ну и как же вот эта связь между общенными силами и потоками конкретно может анализироваться если процесс повторю простой и описывается уравнением линейным одного вида проблем не возникает если же идет одновременно несколько процессов подход который развивается в термодинамике необратимых процессов позволяет учесть их взаимное влияние более того мы можем с вами вычислить с помощью вот этого подхода какую часть один процесс вносит в перенос обобщенные координаты другого процесса сопряженного в данной системе ну скажем перенос массы вещества при фильтрации например одновременно может обуславливать перенос тепла потому что молекулы атомы ионы это все носители и тепла одновременно не только носители массы поэтому если ионы двигаются с ними двигается и количество тепла которым они обладают вот в этом случае и возникает взаимное влияние одного процесса на другой вот это взаимное влияние в термодинамике называют эффектом увлечения то есть один процесс как бы вовлекает в этот процесс другое явление другой процесс другой природы эти эффекты увлечения как раз и можем мы с вами оценить с помощью неравновесной термодинамики как это делается вот эти самые феноменологические коэффициенты альфа ито и жито являются главными основными количественными параметрами процессов переноса они должны удовлетворять определенным условиям вытекающим из второго закона термодинамики так например вот как здесь написано уравнение для локальной диссипативной функции которую мы с вами записали произведение x большой ито на и большой ито это есть локальная диссипативная функция t умноженной на сигма s мы можем с вами записать матричные формы поскольку речь идет о линейных уравнениях то есть диссипативная функция может быть записана как произведение строки из обобщенных сил на столбец из обобщенных потоков где x1 x2 x3 и так далее x ито и большое это отдельные обобщенные силы которые рассматриваются в данной системе мы можем с вами избавиться от потоков от столбца с помощью феноменологических коэффициентов так как здесь записано заменив столбец в этом произведении на произведение феноменологических коэффициентов на столбец из обобщенных сил то есть вот в этом выражении мы избавились с вами от потоков и представили диссипативную функцию только через обобщенные силы и соответственно матрицу феноменологических коэффициентов что она из себя представляет она из себя представляет вот это вот стандартное выражение значит альфа, ито и жито это есть прямоугольная матрица из соответствующих прямых и перекрестных коэффициентов альфа альфа 1 альфа 1 2 альфа и так далее 1 ито и как здесь записано вот значит уже получаем как бы выигрыш с вами избавляемся от количественной оценки потоков переводя все на количественную оценку обобщенных сил мол вводя феноменологические коэффициенты мы их с вами вводим еще и для того что они поддаются непосредственным экспериментальным определением дальше я покажу как это делается и вводя эти коэффициенты в это выражение мы не усложняем себе жизнь а наоборот ее облегчаем дальше вам станет понятно почему вот тогда по условиям диссипативная функция у нас положительная форма записи всего этого выражения тоже заведомо будет положительная и следовательно диагональные элементы в матрице феноменологических коэффициентов вот в этой самой диагональной элемент и все ее главные миноры тоже будут положительными то есть альфа 1 1 больше нуля альфа 2 2 больше нуля и так далее и так далее а также положительны будут и вот эти вот выражения для главных миноров то есть феноменологические коэффициенты которые мы с вами вводим подчиняются так называемому правилу знаков и соотношению взаимности анзагера которые он вел и доказал а именно альфа и т и житая равняется альфа житая и т где и т и житая соответственно обозначают отдельные процессы переноса которые рассматриваются в нашей с вами системе вот это соотношение взаимности анзагера является еще одним базовым положением термодинамики необратимых процессов первое базовое выражение это для выражения для диссипативной функции как произведения обобщенных сил и обобщенных потоков второе базовое выражение это выражение касающиеся соотношения взаимности для феноменологических коэффициентов ну и вот таким образом мы с вами подошли в итоге к формулированию всех трех базовых уравнений на которых строится вся термодинамика необратимых процессов то о чем я только что вам говорил значит еще раз можно записать и подтвердить в следующем виде что в основе термодинамики необратимых процессов помимо постулата о локальном равновесии мы его никак с вами математически не формулируем записывали формулировали словами еще раз напомню что в любой системе рассматриваемой как неравновесной мы можем выделить локальные области и для них применять уравнение равновесной термодинамики математически это мы никак не выражаем далее мы вводим три базовых уравнения первое это уравнение характеризующий постулат о локальном равновесии в виде суммы обобщенных потоков и производства обобщенных координат то есть балансовое выражение с которого мы с вами начали второе это уравнение для диссипативной функции рассматриваемые как сумма произведения обобщенных сил на обобщенные потоки и это выражение его физический смысл приводит нас к тому что с его помощью мы можем учесть взаимное влияние разных процессов которые одновременно параллельно могут осуществляться в анализируемой инженерно-геологической системе очень важное выражение о том что производство энтропии и ее локальная диссипация равно сумме произведения обобщенных сил на обобщенные потоки соответствующих обобщенных координат и третье выражение то о котором только что говорили это соотношение взаимности анзагера раскрывающего смысл прямых и обратных феномиологических коэффициентов как эти все три выражения дальше использовать мы разберем на конкретных примерах с вами после перерыва и вам я надеюсь станет понятно как же применять вот эти все три базовых выражения и вообще так сказать термодинамика необратимых процессов для анализа наших с вами реальных систем так же как мы с вами разбирали на примерах применения первого и второго законов термодинамики и вам стало понятно как использовать метод термодинамических потенциалов как использовать уравнение гипса так и здесь на реальных примерах мы с вами рассмотрим применение этих трех выражений и я надеюсь вам станет все понятно вот давайте первый пример первый пример рассмотрим термовлагоперенос у нас есть какой-то дисперсный грунт объем это может быть образец может быть массив однородный как хотите дисперсный не полностью водонасыщенный грунт в котором может возникать градиент давления влаги то есть он будет обуславлять влагоперенос поскольку грунт не полностью насыщенный в нем влага может перемещаться из одной области в другую и есть градиент температуры одна часть скажем более холодной другая более нагретая таким образом у нас могут возникать в нашем с вами этом образце два потока поток воды под действием градиента давления влаги и поток тепла под действием градиента температуры все остальные градиенты отсутствуют то есть считаем что концентрация всех элементов в объеме грунта одинаковая то есть градиент концентрации равен нулю что заряды электрические распределены одинаково градиент напряжения электрического поля отсутствует равен нулю и так далее то есть только эти два потока вот они здесь показаны поток тепла как и большой с индексом Q и поток воды влагоперенос это повторяю не напорная фильтрация потому что у нас не полностью насыщенный грунт а именно влагоперенос который осуществляется не под действием напора а под действием потенциала влаги или давления влаги и с индексом В вот и для этой системы чисто формально записываем выражение для производства энтропии так как мы с вами писали вот эта часть у нас была с вами записана Т большая температура на производстве энтропии будет равна сумме произведения обобщенных сил на потоке у нас всего два потока вот их раскрываем вот это выражение раскрываем это поток воды и с индексом В под действием градиента давления и влаги но тут я не пишу ПВ как здесь а просто пишу набло П но речь идет именно вот об этом плюс поток тепла второй поток у нас вот он под действием градиентной температуры набло Т все больше у нас других потоков нет значит эти два потока будут взаимно друг на друга влиять хотя чисто по природе они совершенно разные один отражает перенос массы воды второй перенос тепла формально записали выражение первое для производства энтропии в реальности что представляет из себя этот пример если у нас имеется не полностью водонасыщенный образец грунта одна часть более теплая другая более холодная то у нас с вами будет первоначально да влажность первоначально была одинаковая по длине всего этого образца но в данном случае рассматриваем образец 10 сантиметров неважно какой длины вот была исходная влажность то под действием градиента температуры эта часть у нас более горячая эта часть у нас более холодная тут температура 34 это реальные данные здесь температура у этого торца 25 градусов цельсия под действием этого градиента температуры у нас начнет вода перераспределяться в образце передвигаясь от горячей области более нагретой к более холодной области была влажность вот такая еще раз говорю потом она начнет перемещаться значит через 4 часа вот так произойдет перераспределение через 5 часов вот таким вот образом через 6 вот таким вот образом то есть в итоге у нас сформируется какой-то равновесный профиль влажности обусловленный наличием этих двух градиентов температуры и потенциал влаги в нашем с вами образце то есть произошел теплоперенос и произошел влагоперенос влага перераспределилась от горячего торца влажность там уменьшилась к холодному торцу образца влажность там увеличилась может этот процесс идти бесконечно не может в итоге он должен стабилизироваться и прийти в равновесие температурный градиент будет уравновешиваться тем градиентом потенциала влаги или давления влаги который установится в виде вот такого криволинейного профиля и таким образом в нашем с вами вот этом образце наступит стационарное состояние в итоге повторяю процесс перераспределения влаги бесконечно идти не может вот о чем тут идет речь ну вот дальше для этих потоков двух которые мы рассматриваем поток воды и поток тепла мы можем с вами записать раскрыть смысл этих выражений с помощью феномиологических коэффициентов а именно поток воды будет равен альфа 1 1 на градиент давления влаги плюс альфа 1 2 на градиент температуры поток тепла тоже будет записан через эти коэффициенты альфа 2 1 на градиент давления и альфа 2 2 на градиент температуры вот прямые коэффициенты какой их смысл альфа 1 1 имеет смысл коэффициента влагопроводности или коэффициента диффузии влаги альфа 2 2 прямой коэффициент имеет смысл коэффициента теплопроводности два прямых коэффициента а эти два коэффициента перекрестные один из них имеет смысл соответственно коэффициента термодиффузии а второй имеет смысл коэффициента термоосмоса причем по соотношению взаимности Анзагера α2,1 должно быть равно α1,2 значит для того чтобы решить эту систему уравнений нам надо с вами знать не 4 коэффициента два прямых и два перекрестных а всего лишь два прямых коэффициента коэффициент влагопроводности и теплопроводности и один перекрестный коэффициент потому что по соотношению взаимности Анзагера они равны вот отсюда у нас с вами получается выигрыш в решении этой системы уравнений вот для стационарного состояния как дальше действуем того самого конечного состояния когда потоки уравновесились один поток становится равным нулю а именно вода уже дальше не передвигается получили вот этот стационарный профиль перераспределения влаги значит поток воды в этом случае равен нулю и значит вот это выражение предыдущее вот это выражение мы можем приравнять нулю вот мы его и приравниваем отсюда мы можем найти то что альфа 1 1 на набло p будет равно с минусом альфа 1 2 на набло t и отсюда находим прямой коэффициент альфа 1 2 имеющий смысл коэффициент влагопроводности то есть коэффициент термоосмос он будет равен коэффициент влагопроводности на градиент давления деленный на градиент температуре в состоянии когда у нас поток равен нулю вот или подставляя сюда выражение альфа 1 1 это коэффициент влагопроводности имеющий смысл коэффициент фильтрации для неполностью водонасыщенного грунта умноженный на соотношение набло p деленное на набло t вот таким образом что мы получили то что коэффициент термоосмоса грунта можно найти через коэффициент фильтрации в данном случае коэффициент влагопроводности в стационарном состоянии коэффициент влагопроводности или коэффициент фильтрации мы с вами знаем как определять это элементарно делается а вот коэффициент термоосмоса найти не так то просто Вот это выражение позволяет его найти, выразить через легко определяемый коэффициент. Что у нас в скобках стоит? Вот это выражение. Вот это выражение есть не что иное, как соотношение прямых и обратных феномиологических коэффициентов. В данном случае это соотношение обозначается σ малое, то есть Δ малое, и называется термоградиентным коэффициентом. Термоградиентный коэффициент. Знание этого коэффициента позволяет легко рассчитать по коэффициенту влагопроводности коэффициент термоосмоса грунта. Вот смысл тех процедур математических, которые мы с вами произвели. Значит, еще раз повторяю, мы с вами доводим систему до стационарного состояния, когда один из потоков становится равным нулю, и решаем систему относительно неизвестных или сложно определяемых феноменологических коэффициентов. В данном случае коэффициента термодиффузии или коэффициента термоосмоса. Его найти сложно экспериментально. В данном случае мы его легко вычисляем через легко определяемый экспериментальный коэффициент влагопроводности или коэффициент фильтрации для полностью насыщенного грунта. Вот смысл. Второй пример давайте рассмотрим. Первый пример у нас был, касался термоосмоса. Второй пример будет касаться электроосмоса. Опять же рассматриваем объем грунта дисперсного, ну какой-то глинистый грунт или массив, в котором есть градиент напряжения, приложен со стороны анода и катода разность потенциалов дельта-фи, электрическое напряжение, и под действием этого градиента возникает поток электричества за счет чистой электропроводности. Вот он вверху написан. Первый поток, поток электричества. Кроме этого, у нас может быть градиент давления влаги, градиент P, который будет вызывать поток воды. Вода будет перераспределяться за счет напорной фильтрации. Таким образом, у нас с вами есть градиент электрического потенциала, он не равен 0, есть градиент давления влаги или напора, он не равен 0. Все остальные процессы отсутствуют. Градиент температуры равен 0, градиент концентрации компонентов равен 0, то есть диффузию и теплоперенос не рассматриваем. Опять же, все записываем формально, как и в предыдущем случае. Пишем выражение для производства энтропии. Оно будет выглядеть вот так, как здесь записано. То есть это у нас с вами сумма произведений обобщенных сил, то есть обобщенных потенциалов на соответствующие потоки. У нас с вами всего два потока. Поток электричества, вызванный градиентом электрического потенциала, и обратно направленный в противоположную сторону поток воды. То есть напорная фильтрация, вызванная градиентом напора воды, НАБЛОПЭ. Больше никаких потоков у нас с вами нет. Опять же, для этого случая расписываем конкретно выражение для этих потоков. Для потока воды, соответствующей, получаем уравнение. То есть это сумма феномологического коэффициента на градиент давления плюс феномологический коэффициент на градиент электрического потенциала. В данном выражении вот этот член имеет смысл коэффициента фильтрации, а этот член имеет смысл коэффициента электроосмоса. Для потока электричества то же самое. Альфа уже 2,1 на градиент давления плюс альфа 2,2 на градиент электрического потенциала. В этом выражении альфа 2,1 имеет смысл коэффициента так называемой потока проводности, то есть составляющая переноса электричества за счет того, что передвигаются массы компонентов, несущие на себе электрический заряд. Но основной вклад в электропроводность вносит вот этот член, то есть перенос электричества под действием напряженности электрического поля, а коэффициент альфа 2,2 прямой имеет смысл коэффициента электропроводности. Опять же, в этой системе двух уравнений у нас прямые коэффициенты альфа 1,1 и альфа 2,2 отражают соответственно коэффициент фильтрации в верхнем уравнении и коэффициент электропроводности в нижнем, а перекрестные коэффициенты, которые попарно равны по соотношению взаимности Анзагера, альфа 2,1 равняется альфа 1,2, соответственно, имеют смысл коэффициентов электроосмоса и коэффициента потока проводности. Повторяю, что они равны. Значит, опять же, для решения этой системы в стационарном состоянии нам из четырех феноменологических коэффициентов достаточно знать только два прямых и один перекрестный, а не все четыре коэффициента. Что будет из себя представлять стационарное состояние? А именно стационарное состояние будет достигнуто тогда, когда поток воды прекратится. Электроосмос не может идти бесконечно. Значит, поток воды становится равным нулю. Извините, напорный поток воды становится равным нулю, и значит, верхнее выражение мы можем приравнять нулю. И отсюда найти, соответственно, вот это выражение. Произведение этого коэффициента на градиент давления будет равно с минусом произведения обратного коэффициента на градиент напряжения. Отсюда находим коэффициент электроосмоса, выражая его через коэффициент фильтрации. Вот так, как здесь написано. Значит, в данном случае у нас с вами вот этот прямой коэффициент феноменологический, есть коэффициент фильтрации, умноженный на площадь живого сечения образца грунта, деленный на длину пути фильтрации. Вот что он из себя представляет. Ну и таким образом, из вот этой записи мы получаем, что коэффициент электроосмоса α1,2 можно рассчитать по коэффициенту фильтрации в стационарном состоянии. Вот опять же смысл того, что мы получили. Выразили сложно определяемый параметр, в данном случае коэффициент электроосмоса, через легко определяемый параметр, коэффициент фильтрации, который мы с вами знаем, как определять. Ну и как в предыдущем случае у нас выражение в скобках набло p, деленное на набло, там было t, был термоградиентный коэффициент. В данном случае набло p, деленное на набло φ, будет электроградиентный коэффициент. Вот он выражается таким образом. Его физический смысл — это отношение обратного коэффициента и прямого коэффициента. Коэффициент электроосмоса, деленный на коэффициент фильтрации. Смысл электроградиентного коэффициента. Вот к этому примеру я вам в качестве иллюстрации привожу реальные данные, показывающие зависимость потенциала течения, то есть электрического потенциала, возникающего за счет напорной фильтрации в грунте. Фильтруем через глину воду, возникает электрический градиент, потенциал течения в милливольтах. Вот он здесь отложен. В зависимости от гидростатического давления или напора, с помощью которого мы фильтруем воду через образец. Тут показана одна и та же коэффициент. Просяновский коэффициент при разных исходных влажностях. На примерно влажности нижнего предела пластичности до влажности, превышающей примерно в полтора раза верхний предел, предел текучести. Видно, что эта зависимость линейная. А вот это выражение очень наглядно иллюстрирует соотношение взаимности Анзагера. О том, что перекрестные коэффициенты одинаковые. Вот в данном случае для той же самой глины, того же самого калинита, здесь показана зависимость коэффициента электроосмоса или потока проводности. Они имеют одинаковую размерность. В зависимости от исходной влажности образца. Сплошные кружочки, черные, это данные для электроосмоса. Вот эти значения коэффициента электроосмоса. А белые кружочки, это данные для потенциала течения. Вы видите, они все ложатся на одну кривую, на одну зависимость. На одну криволинейную зависимость. Что говорит именно о правильности соблюдения соотношения взаимности Анзагера. Понятно, да? Таким образом, если мы знаем коэффициент электроосмоса, не надо определять коэффициент потока проводности. То есть коэффициент потенциала течения. Они будут взаимно одинаковы. Это экспериментальные данные, укладывающиеся в соотношение взаимности Анзагера и доказывающие справедливость этого соотношения. Ну и третий пример, который тоже мы можем с вами рассмотреть. Пример, касающийся наличия нескольких потоков. Уже не двух, как в двух предыдущих случаях, а одновременно совершаются процессы по переносу массы или объема вещества, то есть фильтрации воды под действием градиента напора НАБЛО-П, теплоперенос под действием градиента температуры НАБЛО-Т, перенос электричества, электропроводность под действием градиента электрического потенциала НАБЛО-ФИ. Все три процесса идут одновременно. Я не буду рисовать опять же тот образец, как что приложено, куда потоки направлены, все будет как бы аналогично. И сразу записываю выражение для диссипативной функции, как сумма произведений обобщенных сил или градиентов обобщенных потенциалов на соответствующие потоки. Теперь у нас с вами три потока, поэтому появляются уже три члена в этом выражении для производства энтропии. Первый член описывает фильтрацию напорную, второй член описывает теплоперенос, третий член описывает электропроводность. По своей физической природе это совершенно разные процессы. Правильно? Тем не менее, они взаимно влияют друг на друга в силу эффектов увлечения, о которых мы с вами уже не раз говорили. Ну и таким образом в этом случае мы уже записываем систему не из двух уравнений для двух потоков, да, а система из трех уравнений для трех потоков. Вот в такой форме они здесь и будут записаны. Первое уравнение для потока воды за счет напорной фильтрации на Аблопе, за счет градиента температуры и за счет градиента электрического потенциала. То есть поток воды может быть обусловлен и напорной фильтрацией, и этот процесс вносит основной вклад в этот поток, но часть воды может переноситься за счет тепловлагопереноса, как мы рассматривали в первом с вами случае, и этот вклад будет не такой большой, как в этом случае, но он все равно может быть учтен, и мы его учитываем. И, наконец, поток воды может быть обусловлен электросматической фильтрацией. Третий член α1,3 умноженный на наблофи, где α1,3 имеет смысл коэффициента электроосмоса. Значит, третий член дает нам возможность оценить вклад в общий поток воды электросматической фильтрации. Если они совпадают со знаком плюс, если они не совпадают, потому что градиент электрического потенциала можно приложить как угодно, значит, здесь надо поставить знак минус. Это первое выражение для потока воды. Второе выражение в этой системе описывает поток тепла, который может быть обусловлен теплом, переносимым молекулами воды, потому что они имеют свою температуру и свою кинетическую энергию. И первый член здесь описывает как раз именно вот этот вклад. Перенос тепла за счет напорной фильтрации. Прикладываем давление, фильтруется вода, и эта вода несет тепло. Молекулы воды несут тепло. Но этот вклад не такой значительный, как в этом случае, потому что вот этот член дает нам основной вклад в поток тепла. Это теплоперенос, обусловленный градиентом температуры. А прямой коэффициент α2,2 есть не что иное, как коэффициент теплопроводности нашего с вами грунта. Но помимо этих двух механизмов тепло может переноситься еще и за счет электричества, за счет электрических зарядов, потому что заряды тоже имеют определенную энергию. Правильно? Значит, они тоже вносят определенный вклад, как и молекулы воды, так и заряды ионов. И третий член это позволяет нам с вами оценить. Вот эти коэффициенты α2,3 имеют название сложное, но суть не в этом. Потому что если мы с вами рассмотрим не три процесса, а гораздо больше, то там вообще появляются такие коэффициенты, которые даже названия не имеют. Ну и, наконец, нижнее уравнение, третье, оно описывает поток электричества, то есть электропроводность. И такая запись говорит о том, что перенос электричества может быть вызван переносом электричества за счет напорной фильтрации, первый член, и этот член незначительный по величине, переносом электричества за счет тепла, потока тепла, и переносом электричества напрямую за счет электропроводности. α3,3 в этом случае есть не что иное, как электропроводность грунта. Вот, таким образом, дальше я не расписываю подход, но, значит, добившись стационарного состояния для этих трех потоков, а оно все равно наступит, потому что у нас нет неограниченных во время процессов. Всегда наступит стационарное состояние, когда либо тепло установится, температура установится, и теплоперенос прекратится, либо вода перераспределится, и установится влажностный профиль по образцу. Значит, для этих стационарных состояний мы можем с вами решить эту систему относительно неизвестных коэффициентов, выразив сложно определяемые через прямые, легко определяемые коэффициенты фильтрации, теплопроводности и электропроводности, которые, как правило, у нас известны или легко находятся. Вот, значит, что мы получаем с вами? Для вот этой с вами системы уравнений, трех уравнений с девятью коэффициентами феномиологическими, нужно знать только три прямых и три перекрестных, а не девять коэффициентов. Значит, из девяти выигрыш получаем до шести, потому что вот эти вот коэффициенты попарно равны, эти коэффициенты 3,1 и 1,3 попарно равны, и вот эти коэффициенты 3,2 и 2,3 тоже попарно равны по соотношению взаимности анзагера. Значит, получаем выигрыш из девяти, надо знать, три прямых и три перекрестных. Все. Значит, вот это более как бы сложный случай, но в термодинамике необратимых процессов и при моделировании рассматривается система уравнений гораздо более сложной, но суть от этого не будет меняться. Вот, скажем, если мы составляем систему, моделирующую массоперенос множества компонентов, или хотим учесть влияние отдельных ионов, а у нас их тут может быть очень много, много катионов, много анионов, то, соответственно, мы будем получать систему уже не из трех уравнений, а, скажем, из 9, 20, 30 уравнений, где будет огромное количество феноменологических коэффициентов. Но все равно мы будем получать выигрыш за счет соотношения взаимности анзагера, который будет позволять решить нам эту сложную систему и найти трудноопределяемые коэффициенты, которые даже названия не имеют, повторяю, через прямые легкоопределяемые коэффициенты. Вот в этом как бы смысл этого подхода, смысл этого анализа. И, как вы видите, он применим для систем, в которых идут процессы любой природы. Поэтому, возвращаясь к запросам грунтоведения или инженерной геологии, мы можем применять этот подход при анализе любых процессов, скажем, деформирования с одновременными процессами тепла и массопереноса и рассматривать их взаимное влияние. И в этом случае мы будем получать более точную оценку количеством этих процессов, поскольку мы с вами не загрубляем нашу систему, а наоборот учитываем все возможные изменения, которые тут могут быть. Вот вспоминайте, в прошлом семестре мы не раз упоминали с вами редукционизм, когда пытались сложные геологические процессы свести к простым элементарным физическим процессам. Это и есть редукционизм. Это сведение невозможно. Оно грубое, оно далеко от реальности. А вот этот подход, он как раз идет совсем в другом направлении, в противоположном направлении редукционизма, потому что он позволяет учесть взаимное влияние этих процессов сложной природы. И таким образом рассматривать наши с вами неравновесные, нелинейные системы, в которых одновременно идут процессы разной природы, как взаимовлияющие друг на друга, как процессы взаимообусловленные. И эту взаимообусловленность мы можем с вами количественно оценить с помощью этих фенологических коэффициентов. Вот в чем смысл подхода неравновесной термодинамики, о котором сегодня идет речь. Понятно это? Таким образом, подводя итог этим рассуждением, из этого примера следует, что из трех сопряженных потоков и девяти коэффициентов надо знать всего шесть. Три прямых и три перекрестных. Чтобы эту систему решить, мы ее должны дополнить соответствующими уравнениями состояния. Тремя уравнениями для соответствующих процессов. Причем эти уравнения не вызывают затруднения. Это обычные уравнения для, в данном случае, фильтрации, теплопереноса и электропроводности. Закон ОМС. И тогда мы получаем замкнутую систему и ее можем класть в основу модели, описывающие совместное влияние всех этих трех процессов. Что, в общем-то, и делается. Вот на этом основано термодинамическое моделирование, которое все больше и больше входит в разные области, в том числе и у нас с вами, в инженерную геологию, у геокриологов на этой основе рассматривается процессы теплой массопереноса в мерзлых толчах. Гидрогеологи и гидрохимики на этой основе строят термодинамические модели массопереноса в сложных системах. В частности, в системах, описывающих, например, выщелачивание, развитие карста, то есть растворение кальцита в определенных термодинамических условиях. Вот, может быть, слышали модели Шварова, которые есть у геохимиков, или модель у Лехова на кафедре гидрогеологии для характеристики процесса карстообразования. Они построены именно на этой основе, на базе уравнений неравновесной термодинамики. А в их основе лежат всего вот те три базовых уравнения, в которых мы с вами начали, о которых говорили. Так что речь не идет только о описании или как бы борьбе с редукционизмом и описании взаимовлияющих процессов в наших системах. Речь идет о более важных вещах, о моделировании этих сложных систем. Потому что от описаний мы должны переходить с вами к моделированию, на базе которого мы можем с вами проигрывать разные совершенно сценарии для процессов в зависимости от тех исходных условий, которые мы задаем для данной модели. Таким образом, подводя итог, какие выводы мы можем с вами сделать из всего сегодня разобранного. Вы видите, что в основе приложения теории линейной термодинамики необратимых процессов к исследованию наших с вами инженерно-геологических систем, объектов грунтоведения, геодинамики, лежат всего три важных выражения, или три постулата, или три уравнения. Постулат о локальном равновесии, еще раз напомню, согласно которому состояние локально равновесных частей нашей системы в каждый момент времени, а речь идет о физическом времени, а не о геологическом, определяется фундаментальным уравнением гипса для равновесных процессов, или определяется первыми двумя законами равновесной классической термодинамики. Второе положение. Положение о линейном соотношении потоков и сил. В соответствии с этим выражением для производства энтропии. Сумма произведений потоков на обобщенные силы будет равна производству энтропии на абсолютную температуру системы. Из этого выражения как раз и вытекает взаимосвязь тех процессов, которые мы рассматриваем. И третье – это постулат о соблюдении соотношения взаимности Анзагера, которые соблюдаются, и я вам приводил реальный график для калинитовой глины, где действительно совпадают значения этих двух коэффициентов для данного грунта. Вот и все. То есть вот эти три базовых выражения, лежащие в основе классической неравновесной термодинамики, позволяют получить нам с вами очень много полезных выводов, найти решение целого ряда вопросов, связанных с поиском, количественной оценкой сложно определяемых параметров через легко определяемые. А самое главное, позволяет этот подход строить модели для сложных многокомпонентных систем, в которых одновременно протекают многие взаимообусловленные, взаимосвязанные процессы тепла и масса переноса. Это как бы главное. Выход на моделирование. Вот что нужно пояснить. Что непонятно. А, откуда берут сами караминологические коэффициенты? Ну, прямые коэффициенты мы с вами определяем экспериментальным, та же, как коэффициент фильтрации определяется, коэффициент электропроводности. Да, только так. Еще вопросы. Но они определяются легко, в отличие от перекрестных коэффициентов, которые определяются очень сложно. В этом-то и весь смысл. Еще что непонятно. А вот они, ну, понятно, что они равны коэффициенту и жи, и жи, и... Перекрестные. Да. Они равны к этому численно? Да. Ну, вот потокопроводности имеет ту же размерность, что и коэффициент электросмоса. Вот этот график. Вот вы видите, размерность одна и та же. Сантиметр квадратный делен на вольт в секунду. И их численные значения одинаковые. Вот. Одни точки для одного, другие для другого процесса. Они все ложатся на одну зависимость. Для одного грунта. Размерность и т.е. да, да, ну а как? Иначе литр с секундами сравнивать нельзя. Еще вопросы. Коэффициенты одинаковую размерность имеют, одинаковое значение, но смысл физический, они отражают совершенно другой, разный. Вы понимаете, да? что коэффициент электросмоса отражает перенос воды под действием градиента электрического потенциала, а коэффициент потока проводности потенциал течения отражает возникновение электрического потенциала под действием напорной фильтрации. Совершенно два разных процесса. Вот в чем смысл. Продолжение следует...